Кто, откуда, зачем? Три вопроса. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я слушаю вас. Назовите, чтобы знать. Я из Санкт-Петербурга. Так. У меня ребёнок родился два месяца назад. И вот хотим крестить. Когда лучше крестить ребёнка? И какой должен быть крёстный, и какая должна быть крёстная? Ну, эти вопросы сегодня вам ответит каждый. Но только всё это будет не так. Дело в том, что если вы крепко верите, постоянно ходите в церковь, тогда можно такой вопрос задавать. А если ничего не думаете делать, то не надо крестить. Об этом сегодня все говорят. Отец Дмитрий Смирнов говорит об этом. Просто так, для виду, все икры. Я покрещу. А чё толку-то? Какой толк? Он, когда придёт в возраст, он не крещённый был. Ему можно принять крещение, грехи омоются. А он ничего не понимает. Теперь в школе везде будет цеплять, как собачий хвост, все репьи, все грехи. А я о них просил меня крестить. Готовы ли вы? Крёстный. Крёстный – это фикция. Никакой роли не играют сегодня. У меня сколько крестников было, и ни одного не допускают. Обман это всё. Так что сноситесь с себя. Если вы, как я говорю, постоянно занимаетесь Словом Божьим, и вы, и жена ваша считаете Святую Библию, ходите в Храм Божий, ходите на исповедь, причащаетесь, каждый пост четыре раза хотя бы в год, собираетесь, изучаете Слово Божие. Можете присоединиться к нашим занятиям. Я вам скину в конце. У нас три раза в неделю идут занятия по скайпу. И утренняя молитва. Можете пристать к нам с молитвой. И тогда можно будет говорить, где у вас будут крестить, чтобы в троекратное полное погружение было. Ну, это понятно. Но у нас в Петербурге этого нету. А чего у вас нету? Ну, вот, слышали про такую церковь, Никольская? В Санкт-Петербурге, не знаю. Я в Барнауле живу. Ну, вообще, есть такая Никольская церковь, и она такая считается для моряков. Именно там вот, именно такая вот... Ну, такие я знаю храмы такие. В Леепае такой был. И что? И вот мы почему-то вот позвонили им, и они говорят, что надо прийти, 500 рублей принести, потом какие-то бумаги заполнить, а потом прийти и крестить. За что 500 рублей? Вопрос. 500 – это еще недорого. Как отец Дмитрий говорит, говорит, если уж ничего не знает, да хоть деньги отдадут. Если деньги платите, крещение недействительное будет. Надо договориться, где будут крестить. Я бы сказал, сначала сами к Богу обратитесь, получите духовное рождение свыше, чтобы это была не какая-то фикция. А вот тогда уже разговаривает, а вы позвонили, а что это даст? Я вам прям прямой путь указываю. Сейчас мы поговорим. Я вам скину данные наших ресурсов. Вы на них там... Я покажу, где крещение. И вы о крещении все прочитаете. У меня вышло 38 книг, и в одной из них описаны все таинства. Моя работа эта. Я собирал 40 лет материал на них. И вы тогда посмотрите, надо вам этим заниматься или не надо, или просто живи, да и живи, греши. А после пищеварительного процесса спокойно сойти в могилу и обрящешь лишь смерть. Понятно, понятно. Это я вам говорю как есть. Вы сейчас вот посты соблюдаете? Нет. Вы отвлечены от церкви на два года. Канона. Дальше. Бороду зачем бреете? Вы не православные, если вы без бороды. Посмотрите на иконы. Все до одной иконы с бородами. Не считая Пантелеемона, там и других, которые мальчишки, молодые. Все у вас в доме две мамы? Нет, одна. Ну, одна, значит. А ваша власть над женой? Или подкаблучник? Ну да, может быть, вы правы, правы. Это, тут серьезно. Я вам говорю еще в таком легком, ироническом смысле. А если по полной программе давать, так это ужасно. Вы такую наложите арбу на ребенка, а он говорит, а я не просил вас. Вы меня не научили ничему. И когда он придет в возраст и пожелает креститься, а он уже крещеный, и что он доделал до этого времени, все считается в стадии верующего. А он и неверующий может быть. Я очень часто эти вопросы показываю. Не надо крестить, если вы сами пока не обратитесь. Отложите на год, начните сейчас заниматься. Я вам буду материалы давать. У нас готовится, у нас крещение в озере один раз в году, летом, в июле. Вот этот год, вот сейчас, 19-й. Ну, я смотрю вас. Ну, смотрите, видите, у нас из Германии, из Ливана были, приезжали люди. Это все люди пишли через интернет. Так они, это семья настоящая. Мы нужны друг друга знаем. Мы молимся. Одна из них... Меня сейчас воды попьют. А воды не надо пить. А у меня температура. Я просто на самом деле... Ничего не будет. Знаете, есть такой щад рулетка, там все хлещут и пьют. Это блудники, заливает гиенский огонь. Не надо это. Нет, я не пиваю. У меня просто температура... Ничего не будет. Пока вы со мной разговариваете, не умрете от температуры. Не надо. Я вам говорю, никогда на людях не пейте. Если есть возможность. Я вам подсказываю, не во вред вам. Вот я занятия, допустим, вел в пяти университетах, а по два часа. Я не позволяю никогда стакан поставить на капитру. Зачем нужно? Я человек... Скотину поят два раза в день, а человек может три раза на пицце. Еще один вопрос есть. Давайте. Вот был у вас... Вы общались с мальчиком через скайп где-то в мае. Ему было где-то лет 13. И вот он уехал, ему делали операцию на ноги. Вот какая у него судьба? Не знаю, не писал. Это с Украины мальчик один. Он не пишет больше, не пишет. Не знаю. Я только что вернулся из деревни один месяц назад. Я в городе Барнавуре сейчас месяц нахожусь, а там связь была не очень хорошая, поэтому переписка небольшая была. По скайпу ни с кем не разговаривал. А здесь можно. Понятно. У меня, в принципе, все. Я вас понял. Все, значит. Сейчас я вам буду материалы скидывать. Вы их берите, тщательно прочитайте. Если вы серьезный мужчина, серьезный хотите, то следующую нашу беседу обязательно, чтобы с женой были. Хорошо. Потому что надо работать во всех направлениях. Вот так. А где вам кто сказал 500 рублей и проще, туда даже не заходите. Это симония, это грех смертный. Для крещения нужно три условия. Первое, чтобы ты был научен, принял Христа как Спасителя, который за тебя умер, поверил в это и обещался Ему служить, принес покаяние. И сам был крещеный, покаялся. Вот. И тогда для крещения еще нужно, чтобы бесплатно было. А вам все условия нарушили. Ненаученный, не крещеный, говорить не о чем. Вопрос. А как у вас, кошек-то вы всех котят раздали или нет? Кошек? Нет, не всех. Еще у меня три свободные. А? Много осталось? Три. Я три оставляю себе, а трех отдаю. Потому что ради кого оставил, оставил, тех людей не нашли. Жена попросила, я оставил. У меня кошки чудесные. Мыши ловят такие, ласковые. Пока они у меня дома. Ну-ка, так, подожди, шесть. Ну-ка, иди сюда, белый, покажись. Ох ты. Вот он какой вырос за год. Смотри. Плотненький такой. Сейчас я, подожди, покажу, где мать его. Паля, Паля. Паля, 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 ты где? Где Паля у нас? Ну-ка, давай. Сейчас я ее выману сухой рыбой. Паля, ну-ка, иди сюда. Ой, рыбки дам. Ну-ка, иди. Вот она хорошая моя. Ну-ка, иди скорее. Паля, Паля, Паля. Иди скорее. О, она уснула наверху. Иди. Иди скорее. Скорее, иди. Вот она где. Иди скорее. Сейчас я ее выману сверху. Иди скорее. Иди скорее. Паля, Паля, иди скорее. На, иди. Паля, на. Паля. это его мать вот она какая пушистик какая красота как говорите я говорю что они у вас все упитанные такие ну такие упитанные так мы же кормим они у меня вахтовым методом несут дежурство на голубятни там перед голубятни пространство чтобы мышей не пускали так у меня еще на улице кроме моих шестерые еще четыре там в церкви дежурят и всех кормлю собаки-то за забором так и остались когда вы выходили кормили видео было в том году еще собаки то собаки которых кормили ни одной нету потравили их одну задавили а другие потравили я вернулся пошел туда они тут речной порт рядом там дежурили но сейчас там другие метод сделали замещание свои дескать они тут ходят и тут ребятишки к нам церковь то молиться ходит как бы еще не было они ласковые такие все делаются скотина же это понимает как я к ней отношусь ну так и есть если бы вы были рядом посмотрели а так я ну вы видите какие они где у меня рыжая рыжая где их бабка где-то там постарше рыжая где рыжая рыжая они ночью-то дежурят а днем лежат отдыхают на палате у меня тут наверху нет на благовестие работы воскресенье нету воскресенье мы никогда не работаем никогда только если там допустим крышу сорвало дождь промах тогда уже скорее залатать надо сейчас они были в храме у нас было занятие собрание большое годовое а какие у вас занятия начинается я сейчас скину вам сейчас я скажу у нас сейчас подоподождите вы обязательно занятия приходите три раза в неделю вам это ничего не стоит кроме того молитва утром один раз хотя бы побудьте с нами вы увидите как молятся люди у нас очень серьезно вот мы деревню строим но у нас патриархийная церковь то патриарши митрополит приезжает служит митрополита такого бог дал я не знаю если такие еще патриархии вот как отец родной это бог дал нам за то что перед этим были сложные отношения с другим тот преследовал нас клеветы разные были его того убрали а этого из епископов минуя архиепископа митрополитом поставили он как не увидит с распростертыми объятиями так и везде отношения все изменилось наше объявление о лагере прямо под колокольня висят и никому дела нету а до этого посылали семинаристов все везде срывали один человек как много значит митрополит иванников сергий митрополит владыка очень хороший ну бог видит наши дубов дает а откуда он приехал то он был кажется в эстонии а дело вот чем он на должности был священником много лет за границей в иерусалиме в чехословакии везде у него большой опыт он смиренный такой вот я сижу он сюда приезжал у меня в комнате у нас здесь храм во дворе молимся и он приезжает со священниками семинаристами после трапеза экскурсию сделаем или концерт вот у бога все вымерено мы с тем не спорили но он так себя вел что как говорит неадекватно но разные клеветы принимала этот еще все потушил и как будто никогда не было вот у меня брат священник протеерей отец таким а мы-то принадлежим к русской православной зарубежной церкви мы не патриарши и он когда уезжает в отпуск идет туда в епархию это фактически это не наша епархия но мы заодно и любовь это делает ему дают бумагу что он под судом не состоит и проще прости нарушений нету свободно может в где и куда я это в девеево в почаево может причащаться служить и прочее вот как бог делает мы вымолили его буквально но нас пугают что будто бы участке за забором а где за забором что-то у вас там дорогу ломали что-то эскаваторы работали а ну это но это городская администратор сказать машина то они прокладывали газовые трубы поэтому сверлили следующая улица его тут где проток рукав обе ну тупиковый тут катера становится и сейчас убрали и говорят они его заполнять хотят и здесь будет целая улица строится на пирсе на пирсе на пирсе огромные там дома 20 с лишним этажей но не знаю даже страшно это где мы находимся ниже нас на несколько метров будет уже во всю работа идет а вы же отказались от газа и правильно сделали а чего отказались от газа от газа я отказался это бочка с порохом прижать на банк наговорили мы топим уголь дрова как было вокруг все соседи все с газом но это наш выбор и нас спрашивали приходили мы отказались и написали тут один взорвался погибло буквально весь подъезд сколько людей каспийский только слышу опять взорвалась потому что если бы я один жил а когда не один а их тут и пьяные всякие я не могу это доверять вот у меня был до этого дом я купил не дома квартира двухэтажного дома деревянного старый тупик печенский дом для бабушек храм был один барнауле только и нигде тут больше не было и они сюда приезжали а за стенкой пьяные были но и зажгли сгорел дом и которая там была на той стороне пьяница она сгорела сама прям от храма на через два дома около никитинской а в эту же ночь запылала в монастыре две монахини сгорели то ли подожгли то ли еще мы говорим спаси христос сейчас я сейчас доскину материал как вас звать то максим а вы знаете как переводится нет но это от слова максимум это одно и то же слово это означает на высшем пределе я не знаю как наивысший или как правильно перевести то есть все что вы делаете вы должны делать но отлично только на пятерку ваше имя это заключает по максимуму если работаешь так чтобы ни жена ни жена никто не нуждались работа должна у тебя быть высшего качества верующий значит такое чтобы христу было не стыдно за нас если крещение ребенка то правильное должно быть по слову божию научиться и тогда крестить сами уже чтобы были церкви я уж не говорю во церковь это не хорошее слово надо родиться свыше и как серафим саровский говорил стяжание духа святого быть движимым духом святым слушать что бог тебе скажет что я говорю а вы сразу меня проверили как я настоящий верующий линия чтобы вам видно было значит бритву выбросьте сегодня же сегодня жена у вас жена дома ну позовите позовите познакомимся она ребенка укладывать у нас укладывать никуда не денется на полминуты то еще уж ребенка вы не тряситесь над одним ребенком знаете чтобы правильное отношение к детям было нужно больше рожать как она сказала она сохранилась 35 лет как девушка ее и спрашивать а как вы сохранились она больше рожать надо у меня уже восемь детей а у нас в семье отец был без руки с фронта и было десятеро пять мальчиков пять девочек страшная бедность была но ни один не умер ни одного больного нету мне вот восемьдесят первый год я еще ни одной таблетки не съел а уж я прошел и пять тюрем и лагерь и морозилки меня еще так и не делали крепкий организм почему все правильное по слову божию я для бога это делаю все для бога а когда для бога и сверяешься с писанием у тебя на душе легко прекрасный сон вот и все а эти смотрящих тут что-то все кашляет все время прямо больные меня как один раз тут записки подают а болящих то я узнал прошу выщеркните меня я не болею как не болеете не болею пенсионеры обычно спросят когда встретиться какая пенсия а чем болеешь я говорю а что это такое болит что-то там колени там но это не болезнь потому что ну сколько же можно то глаза там поранил его порезал глаз и инфекция попала но это не болезнь это повреждение машина пятилась на ногу мне наехала ну как это не болезнь но все хорошего максим с богом до свидания с богом отключайтесь до